Результат может быть не совсем тот, который мы рассчитывали, но как вам играть сегодняшнее? Здравствуйте всем. Не жаль, что мы сегодня потеряли очки. Команда была приготовлена на победу. Показывала неплохую игру в первом тайме, где создали много стопроцентных моментов. Показывали, что в первом тайме было непонятно, как в стандартной ситуации, что судья поставил. Пропускали очень легкий гол. К сожалению, там решающий момент. Наверное, для нас был головый момент Дима Тихой, который вышел ладенем на вратарах. Может быть здесь, как мы забываем на 2-0, все было ясно. Я благодарю и спасибо хочу сказать своей команде за характер. Мне очень жаль, потому что нам нужно набирать очки. Я считаю, что мы сегодня потеряли две очки. Мы спокойно могли победить эту игру, потому что у нас было три стопроцентных моментов. Спасибо. Вас не удивило, что «Зенит» играл в такой же футбол, что и луч? Без обороны, острый, атакующий или это свойственно молодым командам? Я считаю, что это школа зависит от школы. Конечно, как в премьер-лиговых клубах, как «Спартак», «Зенит», «Динамо» и ваши большие и большие клубы. Все школы хорошие. Все умеют играть в футбол. Мы были готовы на эту игру, поэтому мы начали с прессингом, что и получило, что забывали красивый гол. Мне жаль, что не подтверждали результаты. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Кубковый матч, который сразу через несколько дней и потом опять матч домашний. Как команда будет в кубковом матче? Это действительно задача сыграть? Нет, нет. Я могу сказать, что мы на 100% будем пройти следующий тур, как будет возможным. Мы будем готовить на 100% и на Махачкалу, так и на следующую игру. У нас каждый играет очень важная. У нас разница нет. Как вам специфика на футболе в футболе? Я уже сказал, что очень много команд равны. Есть там две команды, которые будут бороться в выходе Premier League. Остальные команды в своей равной качестве. Можешь со всеми играть в футбол. Очень равный чемпионат. У нас чуть тяжело, что мы на выездах играем или эти дороги. Но ребята, молодцы, очень хорошо сравняются с этими тяжелыми дорогами. И показывают хороший характер. Не зависимо от результата. Спасибо. А если сравнить уровень футбола в армянской главной линии вместе с ФНЛ? У нас уже есть хорошая команда. В Армении есть хорошая команда. Какой годы собираются, как сильная команда. Всегда в одном году есть одна сильная команда, которая не плохая. Но, к сожалению, очень маленькая команда стала в Premier League в Армении. Только шесть команд играют в высшую лигу. Это очень маленькая команда. Это очень маленькая. Это очень качество. Очень много молодых игроков играют. Это очень сложно сравнить, потому что, я думаю, у нас в ФНЛ темпы игры выше, чем в армянском футболе. Конечно, есть там много хороших игроков, которые владеют мячом. Например, как Гиллоян, технические игроки. Но темпы игры, наверное, здесь выше, чем в армянском футболе. Но не в всех играх, но я думаю, выше темпы. Спасибо. Еще? Олег? В первом тайме Ваших с одноклубниками на повышенных тонах по голове. Что-то произошло? Я знаю его характер. Он сказал мне, что это второй раз не случится. Я не люблю его такие вещи. Его реакция от горячей головы. Реагировал на своих игроков. Просто это эмоции. Я ему сказал сразу, что не хочу это второй раз, что бы повторялся. Это его характер. Но он понял, что я хотел. Это было меня не было с эмоцией, как плахом. Это дисциплина, дисциплина, дисциплина. Это? Это прерыва этого тренера. Да, конечно. Это главное. Хорошо, спасибо. Не сломал. Хорошо, что не сломал и пропущенный мяч. Команда уже не развалилась. Мы в перерыве поговорили. В перерыве поговорили. Подправили кое-какие моменты. И концовка игры дала достаточно много адреналина. В общем, было хороших атак. С нашей стороны и с вашей стороны. В общем-то, народ держал в таком напряжении. Хорошо, что достаточно здоровые наши молодые ребята оказались. Поддержали всю эту нагрузку. Замены были, в принципе-то, даже не по центральной зоне. Ну, 10-го номера. То есть, по игре 10-го. Андрееву мы брали, выставили там Плетнева. А два опорных у нас выдержали. Ребята молодые. В общем-то, вся команда достаточно не рухнула, не зависла. В общем-то, старались сделать хорошие, быстрые атаки. С хорошим подключением определенного количества, немалого игроков в атаку. Поэтому тоже старались забить и поверить эту игру. Спасибо. А Андрей Панюков приворвал свою голевую серию. Расстроен или... Ну, расстроен, конечно. Но у него тревожила, во-первых, голеностоп. Поэтому он два дня пропускал, лечился. Не тренировался. Плюс такой перелет. Ну, надо отдать ему должное. Да, он, наверное, не так сыграл в первом тайме. Потому что он играет совсем по-другому. Играет намного лучше. Поэтому забивает. Где-то, может быть, не доверял тем ребятам, у которых был мяч. То, что мы могли так же забрасывать не в борьбу, а забрасывать в зоны. У него хорошая скорость. Он такой продавливающий игрок. И реализующий. То, что он не реализовал, я был удивлен, честно говоря. Потому что он эти моменты щелкает на раз-два. Потому что у него есть такой класс хорошего нападающего. Если он не остановится, то будет забивать. Я думаю, на него внимание обязательно обратят. Если он не отойдет от той игры, которую мы знаем с его стороны. И которую мы, в общем-то, развиваем и поддерживаем во время тренировочного процесса. Спасибо. Вопросы? Анатолий Иванович, может ли вы быть довольны результатом сегодняшнего матча? Довольно. Когда тренер был доволен. Пускай ничья, она такая тяжелая. Но, конечно, хочется выиграть. Конечно, нам не хватает очков. И задача не ставится. Приехали за несколько тысяч километров, чтобы отбиваться. У нас в любой игре мы не ставим задачу отбиться, закрыться. У нас команда молодая, играющая. Мы привычаем играть вперед, играть активно. Пока еще многие ребята даже не были во второй лиге, попали в первую дивизию. Поэтому для меня такой тайны нет. Будем с ними работать, будем развивать. Поэтому молодые, но я говорю, что с ними интересно работать. Они слушают, насколько обучаемы. Посмотрим чуть дальше. Потому что обучение, обучаемый человек, я думаю, быстрее будет развиваться, быстрее окажется на хорошем уровне, в хороших командах. Спасибо. Олег. В предыдущих составах постоянно на поле присутствовал какой-то опыт на игроках. Хорошо, например, Лобов или Зарянов. А в этом составе нет. После Зарянов у нас травмы. Просто у нас в том году команда была немножко выстроена по набору игроков по-другому. Много было приезжих. Поэтому перспективы у этих ребят, может быть, не хватало для первой команды. Если приезжих, то он должен себя в первую очередь показывать для первой команды. Поэтому у нас сейчас вектор и руководство клуба, президент, спортивный директор, в общем-то, развинули вектор в другую сторону. Мы отказались от всех, почти от всех приезжих ребят. Вернули своих молодых, кто был в аренде. Мы взялись с молодежки. И, в общем-то, работаем и развиваем. Я думаю, что это, наверное, правильное решение. Хотя, конечно, баланс нужен. Когда Костя Зарянов после операции выходил, конечно, у него чувствовалась надежность, какой-то опыт и подсказ. Это мы слышали и видели в тренировочном процессе. Конечно, ему, может быть, и не хватает, и его в частности. Ну, будем выходить по-другому, будем развивать уже через тренировочный процесс. Как тренеры стараться, чтобы они, так сказать, прибавляли, выходили на какой-то свой уровень. Понимаю, что у всех он разный. И не все окажутся в первой команде или в премьер-лиге. Но из себя вытянуть, стараться тренироваться на максимум, через самодачу, через какое-то развитие, через тренировочный процесс обязан любой молодой заставлять бегать, сделать какую-то работу для молодого. Я считаю, что это просто кощевство для футбола. У меня обычно это дело. Или человек уходит из команды, или мы, наверное, место ищем, создаем конкуренцию. Если человек не понял, тогда будем отказываться.